здорово братцы рассвет встречаем наше любимое время года ой время года пара дня 6 утра в тайшете 9 сентября о сына дата 0909 2021 ух свежо хорошо только-только светает мы сейчас будем двигать уже 6 тайшете 5 каннской значит уехать 160 километров пока найдем туда-сюда вот надо быть к восьми на загрузку потому что до вчера с клиентом разговаривал подтвердилось что до 3 загрузки 2 в каннским и 1 в красноярске в общем у нас сегодня архи веселый день предстоит три загрузки это круто доброе утро красота чего как самочувствие у нас вроде все хорошо видеть вот все сегодня уже халява закончится порожняком бежать сегодня вы уже даванием двадцатку тебе это минимум все нормально колеса целое все целое будем заводиться будем ехать сегодня придется немножко поработать два дня балду гоняли вчера день отлежали на спальнике и день полдня сегодня ой позавчера позавчера в искусство вчера в братске сегодня вот кто хочет поработать а и 30 395 это 797 есть желание поработать все понял молчание знак согласия поехали работать патент сигнал gps так ищи раз он потерян не поможете а высыпайся перепроложить поехали арбайта готовьтесь в общем-то такой довольно таки теплая ночка 6 градусов час вообще клан тайка хотя бы свет включил бы коллега не надо же как бы утро ранее как бы свет еще нужен хотя может быть уже и не нужен сейчас у нас еще предстоит квест найти гански я забыл . саму точку адреса не находит почему-то почему-то вчера мне клиент тут объяснял, объяснял я так ни хрена не понял я говорю завтра с утра созвонимся приеду в этот в Канск ты, например, меня проводишь так ориенцировочно он дал забил ориенцировочно куда мне надо ну и именно точно ну и именно точно то есть я не могу ни гугл карты не находит ни яндекс не находит что интересно эту контору куда нам надо идем первый раз что ли поплываем немного я не помню название сейчас остановлю перед самым Каннском тормозном забьем примерное место сейчас чуть на стоянке забыл перед выездом в общем сегодня нам надо будет потрудиться как местные парни сотрудники дорожно-постовой службы трудиться в начале сезьмого пол сезьмого если быть точным или я уже не очень или еще не очень сейчас как раз вот пост сразу у нас перед поворотом на Бирюсу подъезжал вчера Леха подъезжал с Тайшета уже с ним знакомы на скане работает парняка местный подъезжал отмечения сквозь 50 км в час нет никого спят что ли бывает тоже люди тоже спать хотят а самое время ловить у кого зубы не почищены у кого зубы не почищены у кого повышенные О, сейчас надо идти в это время со спиннингом на бережок. Самый клев на рассвете. Должен быть. Поехали. Ловить дрова. В прицел. Еще порядок надо навести. Представляю, что там делается. Все наши ревни уже давно плавно отдыхают на полу. После. Автопана. Автопама. Зову скутал. Хорошее время, когда рассвет. Согласитесь. Хотя каждому свое. Приближаемся к Канску. Когда-нибудь мы, возможно, будем ездить вот здесь. Когда-нибудь. Если ее когда-нибудь закончит. Эту объездную. А пока едем в город. Смотрим. Будут стоять. Тогда рамсить не будем. Борзеть не будем. Поедем. Посмотрим, как обезная выглядит. Которую, говорят, подшаманили. Заправка прямо на ходу. Из бензовоза. Наверное, качественное топливо предлагает. О, это это. Это иркутская колонна. Делка. Буноги. Такого я там видел. За уську там. И-то что-то запрела. Так далеко, нечасто их тут встретишь. Белорусская фирма. Женская. Заставлю чиновников работать. КПРФ. Сейчас глянем с высоты птичьего полета. С моста. Есть кто, кто нет. Восемь утра. С клиентом созвонились. Сказал, к девяти подъедет. Объяснил, как ехать. Улица Нагорная нам надо. Но это уже на выезде туда. Не совсем в сторону Красноярска, но в тех краях. Так, дорога кончилась. Начались кочки, ямки. Тут тоже вроде как пытались их подлатывать. Ну да, были ямки, стали кочки. Готовьтесь через 800 метров. Ладно, повернуть направо. Ямки, стали кочки, но от этого не легче. Ну и что тут? Если так посмотреть. А вон они. Сейчас, наверное, припаркуются. Наверное, чуть-чуть бы раньше я. И я бы успел бы. Если они поехали становиться. Эх. Лишние пять минут кофе пипил на Газпроме. Останавливался здесь, не доезжая. Нам надо, дай-ка, побалую. С утреца себя. Как бы там вообще не завтракал ничего. Ох, красотка. Скамеечка, я имею в виду. Не, они куда-то вот сюда поехали. На мостик. Сейчас глянем. Есть там они под мостом, нету. Через 100 метров плавно поверните направо. Затем используйте дорогу съезд. Не, нету никого. Поехали. Используйте дорогу съезд. Объездную будем смотреть потом. А пока поехали. По-быстренькому через город. Только не так, как мы ехали. Сюда там. Прям через весь. Ну, как до этого всегда ездили. Сейчас до этой стелы доедем, которая по центру. И потом это уйдем правее нам туда надо. В сторону Красноярска нам пока не нужно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Куплю листы внизу, продам листы внизу. Где-то, где-то вот в этих краях я был. Где-то вот вправо. Еще помню, куда-то вот сюда, в магазинах, если есть, в магазинах, вроде есть какой-нибудь. Может быть, даже вот сюда вот. Сложно уже вспомнить, конечно. Куда-то вот так. Еще зима была, потом помню точно. По полдзоне, там, говорит, ну, чистый шагал. Я за тамошки ждал, потому что на Европу грузились. Где-то тут была разочек. Знаю одно, что на 24 тонны когда листницы навалили. Она всегда тяжелая была. Так, это ее там обтушиной киптали. Тяжеловато, то искание, чтобы ее тащить. Вот, а мы, как мне сказал клиент. Сейчас вот такая-то заправка, вон она впереди. Дорога на Тасеева уходит вправо. А мы как-то вот левее, вот куда-то вот туда вот эти экраны стоят. И вот там у нас первая загрузка. И где-то там же, рядышком, говорит, вторая. Двадцать пять минут девятого. Нормально приехали. Думаю, что не такой уж он и стоп. Да, вот туда-туда, в горку, которая вот прям. На Саму Тасеева мы не поедем. Нам куда-то вот сюда надо сворачивать. Готовьтесь к крутому правому повороту через восемьсот метров. Маша, тут можно вот так налево повернуть. И разворачивать меня, видишь, что понятно куда-то. Реже-Де переездик вот впереди проедем. Готовьтесь пихать в конечный пункт через семьсот пятьдесят метров. И типа прямо в ворота упремся. Прямо же на переезда или левее? Прямо. А может и левее. Не про левее он ничего не говорит. Забыл название, как эта фирма называется. А, нет, вот дальше, 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 еще дальше. Прямо в ворота, говорит, упираешься. Вы прибудете в конечный пункт через сто метров. Ну, как бы, вот, по идее, приехали. Если правильно приехали. Сейчас пойдем узнаем. И туда, если что, пока тут еще полчаса времени есть. Будем переодеваться. Пойдем в прицеп, залезем. Ведем там марафер в прицепе. Я думаю, что там кусок работы есть у нас. Ну, сказали заезжать. Сейчас поставят. Как раз пойдем сразу защекляться. Готовится к погрузке. Кстати, я прошел нормально. О, смотри, какой звук. Ну, весь наценингованный такой. Класс. Ну, вот, где-то тут, что-то вот из этого. Это будет наша первая погрузка. Он, наверное, дядька, который будет командовать. Добрая. Все, открываться? Конечно. Когда открываешь, могу ручек позову. Хорошо, все, сейчас. Пошли, Арбайтен, братцы. Вон те пакеты. Я шесть пакетов буду забирать здесь. Готовимся. Тут развесил. Вот, видите, как все валяется. Растрясло. Разбросало. Сейчас приедет погрузчик. Будем начинать. Конечно, с такого груза лепить этот конструктор. Что увязывать, как увязывать. Что еще будут догружать, когда не знаешь. Не очень хорошо. Ну, что-нибудь придумаем. Самое не повезет, это последним. Если что, придется переставлять. Без вариантов. Так, развешиваем. Окончательно. Так еще более-менее терпимо. Не сильно. Я думал, тут все будет валяться на земле. А так. Не совсем все. Все, лихо. Первую загрузили. Сейчас основной груз будет на второй. Там уже будем маневрировать. И еще три пачки нам забирать. В этом. В Красноярске. Здесь ничего увязывать не буду. Тут переехать полтора километра. Штору только зацену. И все. А уже там. Все раскидаем. Распределим. Увяжемся. И, к слову, по два с полной метра три пачки еще будет в крае догрузить. Надо. Переехали на вторую. Просто сам хозяин тут сидел вот рядышком. Вот я. Не стал его съемкой смущать. Ё-моё. И на куда он меня сейчас тут поставит? Туда как-то затолкать так. Да. Базы, базы, базы. Тут все эти базы, базы, базы. Тихо, тихо, тихо. Тут прямо и махает ехать к нему. Заездики тут, конечно, на эти базы интересные. Тут час топ-9 закинули мне. По идее сейчас где-то здесь тоже столько же. И потом еще три пакета догрузить. Ну, пошли дальше Арбайден. Да. Аппарат, конечно, у него зверь. Без Гидрика, без ничего. Педалака. Свеется. Машина зверь сужи. Будь проклят тот день и час, когда я сел за баранку этого пылесоса. Короче, сидим, ждем. Раскрытые. За второй груз Москва не проплатила. Разница 4 часа. Когда Москва проснется, не знаю. Когда она проплатит. Что-то мне подсказывает, что Красноярск мы сегодня не попадаем. Они говорят, да не звонили? Я говорю, да сколько работаете? До пяти. Уже одиннадцать. Три часа ехать. Плюс еще надо загрузиться. Надо увязаться. Я думаю, что, наверное, сегодня мы Красноярск не успеем забрать. Что-то мне вот подсказывает. Посмотрим. Но вряд ли. Вот час дня. Опа. Даже поспать умудрился часик. Вот нам еще три пачки догрузили. Длинных. Да, конечно, погружено. Не айска хорошо. Почему не айс? Потому что не вплотную пачки стоят. Не вплотную. Когда грузят погрузчиком, все эти вещи получаются вплотную. Но я там на погрузке попрошу, чтобы мне вот эту пачку подвинули вплотную. Что-то здесь грузили вот этим краном козловым. Ну так, скажем, ни о чем. Там, когда буду догружаться, попрошу, чтобы вот эту пачку мне двинули по грузчикам. Здесь-то уже до канцка-то ладно. Вот. Сейчас мы перед увяжем. Ну и сюда ремней пять кинем. Перед полностью вот это. Вот это место сейчас увяжем. Здесь. Ой, блин, ушки упал. Здесь полностью. Здесь потом все равно придется это все расчехлять опять. Ну, скорее всего, сегодня мы вряд ли успеем. Надо все это будет развязать. А сюда уже стоять ничего не буду. Вот, блин, дождь пошел. Хреново под дождем. Надо крышу сдвигать. Не фонтан, что дождь пошел. Не вовремя так. Ориентировочно как-то так. Позанимались шторной романтикой. Видите, какой-то дождь у нас. Вымок до нитки. Сейчас будем сушиться ехать. Вот. Ну, это уже намертво. А задние все, эти шесть ремней потом отпущу. Наверх поставят пачки. И уже тогда увяжем уже до самой Москвы. А это уже все. Не перевязывать ничего не буду. Не пережимать. Знаю, что никуда оно не денется. Фух. Мокрый весь. В общем, остается сейчас. Штору зачихляем. И как бы все. Будем думать, что будем делать. Шмотки сушить. Что мы будем делать в первую очередь? Рабочие. Ну, все. Хладно расписаться. 12 пакетов. Ну, сейчас у нас 9. Багонажная продукция из Листыницы. Сейчас у нас 9. 9. 3. Догрузим в Красноярске. Но уже завтра. Вот. Я готов ехать. Пол шестой и пол третьего. 240 километров. Ориентировочно еще три с половиной часа. Тут пока сейчас выберешься. Это. Позвонил. Говорю. Ну, я часам к 6 приеду. Нет. Завтра мы до 5 работаем. Завтра, значит, завтра. Ну, вот провалы. Индоли, что здесь вот. Конечно. Потеряли мы тут время. Считайте, 3 часа провалы. Индоли. Поэтому вот так вот как-то и не очень хорошо получилось. Так бы я все не успел бы Красноярск забрать. Сейчас загружено где-то 17 тонн. На следующем повороте поверните направо. 17. Еще сколько там еще будет не загружено. Ну, и тонны 3 еще докинут. Три пачечки. По 2,5 метра три пачки. Даже может быть и больше. Ориентировочно. Ну, 20-ка будет точно. Что жулик? Вот. Раз сказали, что это. Торопиться не надо. То есть спешить некуда. Сейчас вот. Ну, с базы выехал. Сейчас прямо вот здесь вот встанем. Забодяжим себе чайку. Обед. Пообедаем. И спокойно поедем. Рвать когти. Горизона нет никакого. Вот. Все. Приятного аппетита, Алексей Николаевич. А, как вам обед? Вы смотрите, какая красота. А, хариусы. Самовар кипит. Салатик тут у нас небольшой. Картошечка. Это все Виталию. Спасибо. Мы еще все доедаем. Огромное. Вот. Если бы представляю, как бы стоит запах. И как все это вкусно. Не обращайте внимания. На спальник там все сохнет. Кругом что-то. Марафит я потом там наеду. Все. Мы сейчас обедаем. Запиваем все это дело чайком. Почапаем потихоньку. До края. Приятного аппетита. Аж слюнки текут. Усё. Обеденный перерыв с политинформацией закончен. Правда, время уже 15 минут 5-го. 239 километров у нас впереди. До Красноярска. Впечатление мы к фирме не поедем. Нет никакого смысла. Сегодня мы едем. Сегодня мы... Сейчас мы сначала выберемся отсюда. Главное, прицеп не переломать здесь. Пополам. По этим кучкам. Нажмите секунду. Никого нет. Пойдем. Боковое стекло протурим. Теперь... Пойдем. Смотрите. Пойдем. 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 опускал подымал дождь шел полосы по оставались вот товарищи сегодня мы понятно сегодня мы не поедем сказали завтра они работают залить и график у них тоже нас 9 до 5 нормально 9 подъедем у них 9 начала 10 в 9 он тоже делать нечего загрузимся и уже после этого попрем на москал сегодня надо до региона доехать на обездной красноярской обязательно даже вечером провести спа процедуры там где мы были купаться было негде все эти погрузочные разгрузочные работы передевания в рабочую одежду говорил герой известного филе говорит вам пора свяжемся на следующем повороте поверните как же и нам на следующем повороте поверните на нашу шкаканился удача 17 он загружен человек 9 тонн на вторую получается три пачки они поставят на второй третий четвертый борт как раз должно быть все хорошо не будем останавливаться готовьтесь через четыреста десять метров въехать на дорогу с круговым движением а затем скидьте используя может я где-то вот на этой базе где я сейчас и был я и я и тогда грузится на я помню что это далековато было города и очень далеко ходил пешком но это неважно что вот это вот задержка с этого не оплаты что вот москва не проплатила денег а все здесь как бы груз одного человека который меня отгружал но ну как я тут у них все связано забирать его надо здесь а я цикл и гердека ничтоси бывает тут катар это смотрите частенько их начинаешь встречать через 100 метров въехать на дорогу с круговым движением а затем скидьте используя и получается где-то три часа потерял и вот эти три часа вот они и используйте второй съезд хотя бы если это час меньше то я бы к пяти приехал и меня бы это загрузили бы сегодня то есть уже не пришлось бы завтра опять с другу перезаваться но как есть что тут сделаешь так принимать надо все как должное значит так надо пароль или в красноярск я думаю даже если мы там сегодня загрузились то далеко бы мы сегодня не уехали ну выиграл бы там может каких-нибудь сотни полторы километров зато сегодня спокойно приедем вымоемся выспимся завтра с утра заскочим что там три пачки делов на час бок раз бок сдвинул доски снял ремни откинул пачки поставили ремни зажал все документы у меня уже все есть собрался и поехал делов на час на полтора и все и отжигай на запад да 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 мостик через реку Кан он такой подгулявший все мышь уже не пустые уже груженые все может ставим машину не знаю что там на Иркутске я там не был машину можно было бы пойти и побросать какой часик но машину негде поставить оттуда я пешком идти не буду хотя там вот туда можно перейти вон же он туда Кан потек не в этот раз поехали это не гиртека это бывшая сцепка гиртековская эмирата 38 иркутская я не думаю что у гиртеки открылась иркутская колонна это просто прицеп киртековский с ихней вот этой таковой рекламой у них машину у них сцепку купил парняга я Димка кореш мой тоже у гиртеки покупал годовалую вольву вот эта красненькая и Костян напарник его вот коллега видно тоже у них полностью сцепку брал потому что ну вряд ли гиртека 38 регион иркутские номера такого перфоменса как-то сложно пока себе представить хотя нет ничего невозможно если такое произойдет то я ничему не удивлю уже только найти на каких только номерах их нет наверное самая большая контора которая существует ну как в мире не знаю но в европе наверно точно самая большая транспортная компания даже не знаю сколько у них машину там что-то сумма не сумма количество там что-то невообразимое просто подумаешь какие там папки вложены ну это кто-то что-то нашелся какой-то меценат который вот это вот все организовал а прикиньте сколько бабла я не завидую просто рассуждаю да да и цигачи иркутские тоже просто купленная у них тачка но с логотипами с рекламой и ой 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 тише тише тиши тише не торопимся потихоньку мышь уже круженая на ремонте тут на везере машинка работает в гору ремонт дорог он запрещен колейка маленьких за мной собралась но никто не обгоняет видно предупреждали моргающих потому что ну я поднимаюсь тут 30-35 быстрее как бы не могу плюс тяжело плюс дорога плохая но маленькие никто не обгоняет видно предупреждали они тут хотя нет тут я их не вижу самое место тут стоять смотреть кто здесь ой 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 обгоняет нарушает так сказать а где они притаились и даже что я никого не вижу одна служба эй ой 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 реаль Angela деньги ваш матери разобрали я зашит и уже гружен и ездим женой вес уже хорошо как вот 1 который не выдержал пошел иркутские номера пацаны безблошенные 2 пошел не знаю я те кто работает сжати парни нету никого дороги тоже нету поэтому простите я поеду медленно козел тоже поднёсся конец выбрались еще не полностью хороший бугор мазара нет еще один впереди чё там пацаны сегодня не летают сегодня выходной судя по всему да синий брат борт пассажиров не берет но стояночка для для машинок военных частник частных снука много я не думаю на что я стратегические секреты выдаю человек выдавать он прям хвосты торчат со звездами какие тут секреты когда он все видно вон они прямо он сколько раз два три четыре стоят он себе ждут красавцы посмотрите какая колея почти до канцка контужен этот светофор он очень мало горит тут здесь надо регулировщика тоже поставить чтобы он зараза да все дело посмотрите что делается я думаю с той стороны не меньше здесь ремонт моста и здесь как бы через этот мост якобы нельзя ехать грузовикам вот но с этой старой с этой стороны тоже там знак 22 тонны висит а там чуть дальше вот видите около машинки он там побежали сейчас мы всем туда подъедем как бы это в объезд на дай посылает куда-то туда далеко короче куда-то понятно что никто не едет туда далеко но факт остается фактом что все едут здесь хотя как вот парни говорили что иногда тут что-то эти приезжают влюсти телезакона и начинают его плюсти тут и доска смотришь так давай заливают бетоном скорее хороших людей мучить дорожник стоял не с этой стороны вообще читать коллеги нет а у нас какая колея я наверно ну сейчас простоял да что-то назначенная не успевал приехать увидите кто-то по полю ездит на концерте сейчас дождик прошел сейчас только в поле и съезжать я бы я скорее всего году метров пятьсот но она поменьше а вот люди давали все в объезд идут чтобы здесь не стоять вон все вон там уезжают ни один грузовик до ней что там за объезд не знаю я когда ехал мне сказали строго-настрого приказали не трогать варенье есть прямо пол не драк вот ты на через рыбная именно через само у господи думал собака уже пакета мне не хватало имеет так какая-то не улетел какая-то тряпка там на кассетнике сзади валяется прицепилась едет сзади со мной снять забываю забывающий черт перед цель переодеты были забыл забыл залезть и покажу вам ее потом если если не забуду короче нам 110 километров осталось но это до места до региона кендров 105 на до заката мы еще успеем по светлому должны доехать какой закат великолепный с горы наблюдать можно прямо сейчас в районе красноярска почти доехали пятьдесят пять километров саренко только что было вот она уже там за той горой спряталась красота красота а так вот Мы почти доехали 55 километров. Ой, тише, тише, тише. Ксения Николаевич, куда же вы так быстро-то? Лыжи уже не пустые. Вид просто потрясающий. Солнышко спряталось. Тормозим. Мостик впереди. Скорее всего, что подгулявший. Что-то маленькие подпрыгивают, подпрыгивают. Значит, тормозим. Более-менее. Еще не ночь, но уже и не день. Да, такие сумерки. В таких сумерках еще как-то не доводилось Енисей пересекать. Подсвечивается мостик. Пристегни ремень. Ого, соблюдаю ПДД. Ого. Даже на него взглянем. Увидим что-нибудь или нет, не знаю. Нет, увидим, почему. Он же вот здесь стальной. Такого стального цвета. А вот там, где он с Ангарой соединяется, он уже там такой бирюзовый такой или как-то. Синий. Короче, я сейчас фотки приложу. Любезно предоставленные мне. Казанострый. Назвали съездить. Говорит, поехали завтра в Енисейск. Я говорю, ребятки, я бы с таким удовольствием туда проехал. Там места просто непередаваемые. Потрясающе красивая такая природа. Вот тут зейд, еще Ангара с Енисеем сливается. Говорит, Енисей впадает в Ангару. Вот так. Во всяком случае, записано. То это. Места там просто классные. Я говорю, ну я бы с удовольствием, но... Как? Как мне начальство объяснить? Извините, я тут загружусь, машину поставлю, мы, говорю, крутанемся. В этот раз, ну никак не получается. Надо ехать грузиться туда, вот в Лесосибирск. Там от Лесосибирска, да и Енисейск, это недалеко. Можно и в Енисейск катануть. Ну или... Когда звезды сойдут со стечением обстоятельств, что можно будет прокатиться. Я бы в Минусинску с удовольствием съездил. Посмотрел бы на этот город. И на дорогу на Минусинске, я думаю, там тоже. Очень интересно должно быть. Ну это все планы мечты. Они сбываются иногда. Ё-моё, что-то впечатался-то в этот забор, интересно. Еще один тут. А так, время без 5.8. Поехали. Едем на регион. Пойдем с ПА-процедурой. Примем и паюшки. Все, пораньше спать, речь. Во всяком случае, такое желание присутствует. Вот собрал за собой калейку, да. Калмаз. Почти до Красноярска. Ну или Красноярск. Калмаз. Ну, он мне бы не сказал, что он так медленно совсем ездит. Да, он не летит там. 73-74, вот так вот топчет. Что это еще неплохо. Не 60 же едет. Не могут, когда хотят. А те, кто за мной едут, они же не видят, что он впереди меня идет. Я думаю, то вот, блин, чал, дон, сунется там. Еле-еле. А тут уже лихо не обижаешь. Здесь уже надо высматривать с окошка. Хорошая такая, побольше. Чтобы тонны, что же эти, разогнать надо. Вот, например, наверное, вот сейчас. А нет. Или попробуем. Давайте успеем. Все четко получилось. Вот завтра на этой развязке нам туда, в город. Вот, ну и что-то тут не очень далеко. Туда направо, это на Енисеевск. Туда хорошо было бы когда-нибудь попасть. А регион, вон он наверху. Буквально тут километра полтора. И на сегодня мы отработали. Да, если бы вот не это, конечно, задержка с этим проплатой. Мы сегодня все трип загрузили. Да, куда-то бы доехали. И уже завтра не надо было эти шмутки рабочие опять расщеплять. И здесь стоит. Здесь же дешево. Уже ничего не сделаешь. В идеале редко бывает. Или, положите, доедите 17 километров. Фигня. Заскочим с утра, закинемся. Эти трипачки закинут. Увяжем. И после этого Как поедем, как помчимся До Москвы. Завтра у нас какое число? Завтра у нас 10-е. Так, сейчас единственное, что нам надо будет через сплошную. Не такая уж она и сплошная. Но через нее на руку сейчас придется. Вот, габариты кончились, да? Сзади. Бывает. Топливо, топливо. Топливо перегнать с бака в бак уже в основной. Но ведь человек тоже думает, что не такая уж она и сплошная. Нет, ну так как он, я, конечно, не поеду, это уже слишком нагло. У него две сплошные. Я-то хоть одну пересеку. У него-то две. У меня-то одна. Вот две. А, это Телковский. Вот. Уже пишет 5%. Но это в двух баках перегнать. Не знаю, хватит нам до Новосиба. Без дозаправки доехать не хватит. Дорожная. Дорожная, дорожная. Которая сеть. Там Телковский и поехал. Так, давай, ребята, на втором паре. Борь за ним. Топ, борьбовщик, борьбовщик. Понял. Так, не сбежишь. На велосипеде за Телковский поехал. Все тут, средства передвижения есть. Все тут есть. Так что тут. Не скроешься. Дальний паркинг. И у меня воду придется носить. Я завтра буду выезжать. Просто пораньше. Тут надо воды залить. У тебя воды осталось литра 3, наверное. Все надо. Вообще, ну, в канистре там есть немножко. Так, а я имею в виду такой вот, который для питья используется. Вот душевые стирка. А может тут есть у них вода. Парковщик паркует. Сейчас. Куда-нибудь до запаркает. Куда-нибудь до запаркает. Куда он меня повел? А, там у меня вообще собирается парковать, да? Через 50 метров поверните направо. Затем поверните направо. Ой, куда ты меня будешь ставить? Предлагаем ремонт и продажу автохолодильников. Ремонт. Сюда. Конечно, пораньше бы сказал. Я бы тогда там бы развернулся и задом бы заехал. Так получается. Сейчас надо здесь где-то карнуть. С правой руки ломаться не с руки. Ну все, сейчас поставим машину. Пойдем тут вода, душ, мытье. Туда-сюда. Все. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok